Населенный пункт Нейраб бандиты идут в атаку на сирийские позиции патронов, не жалеют пленных, не берут тактику устрашения. Они позаимствовали у бандитов из запрещенной в России группировки ИГИЛ. Террористы, блокированные Выдлевской зоне деэскалации, снова осмелели. Теперь их атаки поддерживают не самодельные гаубицы и реактивные установки, а хорошо обученные артиллеристы. Турецкие пушки и батареи РСЗО бьют по позициям сирийских правительственных сил. Во время этого артиллерийского налета пострадали и четверо сирийских военнослужащих. Пожалуй, это первый случай именно скоординированных действий турецкой армии и боевиков против правительственных сил. Ответные удары сирийской артиллерии далеко не так эффективны. Им приходится очень тщательно выбирать цели. Ведь если по туркам попадешь, не избежать нового обострения. А боевики от обстрелов прячутся в таких пещерах. Под землей плотной и скалистой породии они прокопали десятки километров туннелей. В провинции Алеппо сирийские военные обнаружили целый подземный город, где террористы хранили боеприпасы и готовили новые атаки. Несколько ярусов туннелей шириной с небольшую улицу. Тут не то, что на машине, на танке проехать можно. Общая протяженность этих туннелей до сих пор неизвестна. Только вот эту часть разминировала сирийская армия. А вот в такие комнаты, например, лучше пока не заходить. Неизвестно, какие сюрпризы скрываются там. Но в Найрабе прорыв боевиков сирийской обороны захлебнулся с воздуха. Сирийскую арабскую армию поддержали фронтовые бомбардировщики Су-24 российских ВКС. Для недопущения выхода бандформирования вглубь сирийской территории, по просьбе сирийского командования, самолетами Су-24 ВКС России, был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов. Это позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки. А этот инверсивный след в небе очень похож на след от ракеты «Земля-воздух», выпущенной из переносного зенитного ракетного комплекса. Современное высокоточное оружие, которого у боевиков не может быть в принципе. Такой парадокс получается. Фактически Эрдоган перешел уже к прямой поддержке террористов. Стали известны факты о передаче Турции джихадистам комплексов ПЗРК. И это при том, что турецкие наблюдательные пункты стоят теперь в тылу у сирийской армии. Предполагаемой целью мог быть российский бомбардировщик, но, видимо, не получилось. Все боевые машины благополучно приземлились на базе ВКС в Хмимиме. Огонь артиллерии прекратился только после того, как с турецким командованием связались российские офицеры. Но президент Турции Раджеп Эрдоган уже назвал происходящее в Идлибе настоящей войной. Последние несколько дней мы выступаем за то, чтобы сирийский режим прекратил свою враждебность в Идлибе. Мы делаем наше последнее предупреждение. Мы не достигли желаемых результатов в наших переговорах. Переговоры продолжатся, но правда заключается в том, что мы далеки от удовлетворения наших требований за столом. Как и во всех предыдущих операциях, мы говорим, мы можем внезапно прийти за одну ночь. Воевать собираются исключительно с сирийцами. Глава Минобороны Турции выступил с официальным заявлением. Они даже в мыслях не допускают вооруженный конфликт с Россией. У нас нет намерения вступать в столкновение с Россией. Наши переговоры по Идлибу не зашли в тупик. Они будут продолжены. Наши наблюдательные посты также продолжат функционировать. Турция продолжает стягивать силы Выдлиб. Причина, якобы из Идлиба к ним бегут сотни тысяч сирийцев. И нужно это остановить. Так что миссия турецкой армии в регионе якобы гуманитарная. Вот только доказательств этому не найти российские военные проверили тщательно. Никаких верифицируемых фото-видеоматериалов, любых из них свидетельств, подтверждающих заявление о перемещении к сирийско-турецкой границе якобы около миллиона беженцев из зоны деэскалации Идлиб, не существует. Как предотвратить превращение пока локального конфликта в полномасштабную войну между Турцией и Сирией в телефонном разговоре обсуждали Владимир Путин, Командир Макрон и Ангела Меркель. Но самое большое внимание было приковано к переговорам президентов России и Турции. Владимир Путин и Реджи Бердоган созвонились в пятницу. И кажется, если не договорились окончательно, то согласовали позиции и условились поддерживать контакты по военной линии. Перелом войны в Сирии против терроризма был достигнут благодаря российской поддержке, которую наша страна оказала по просьбе Башара Асада. После того, как на помощь позвали российских военных, ситуация изменилась. Сейчас террористы окружены в Идлибской зоне деэскалации, а на большей части страны люди возвращаются к мирной жизни. Официальный Дамаск до сих пор требует, чтобы иностранные военные, которые находятся на территории Сирии, фактически на положении оккупантов, покинули территорию страны. Но ни турки, ни американцы, которых в страну тоже никто не приглашал, захваченные территории оставлять не собираются. Слишком большие деньги на кону. С одной стороны, месторождение нефти, на которой добывается нефть, контролируется Соединенными Штатами, и там идет неприкрытое, бесцеремонное разграбление богатств, которые принадлежат Сирии и сирийскому народу. С другой стороны, запрещается подвоз нефти туда. В Вашингтоне утверждают, нефть они охраняют от режима Башара Асада, а заодно и продают. В российском МИДе уже заявляли, прибыль за счет незаконного вывоза черного золота может достигать 30 миллионов долларов в месяц. Чем дольше обстановка в стране будет оставаться нестабильной, тем больше можно будет выкачивать нефть из сирийских месторождений. Но, кажется, в Совете безопасности ООН эти факты в расчет не принимают. Представитель США Кэлли Крафт обвиняет Россию и Сирию в эскалации ситуации. России тут дают советы, что ей делать и как. Со своей стороны мы также можем дать несколько рекомендаций. Во-первых, необходимо прекратить защищать боевиков, в том числе из листированных Советом безопасности организаций вроде Хиятта Хироша. Недавно мы вновь услышали заявление от высокопоставленного представителя США, конкретно Джеймса Джеффри, что с Хиятта Хироша вроде как можно и договариваться. Обеспечить политическое прикрытие террористам, представляя их в качестве революционеров, заставить правительство Сирии пойти с ними на переговоры не получится. Террористы уже не раз пользовались подобными переговорами, чтобы рассредоточиться по отдельным провинциям и якобы вернуться к мирной жизни, а на деле образовать спящие ячейки, которые будут готовы вступить в бой за считанные часы. Между тем гуманитарная катастрофа в Идлибской зоне деэскалации усугубляется с каждым днем, и бандитам противоречия, которые накопились в регионе, только на руку.